Большое спасибо Алексею еще раз за приглашение, за возможность приехать сюда. Я уже несколько раз сюда приезжал, и я должен сказать, что не только ваша техника хирургическая улучшается, но также и конференция совершенствуется. И мне очень понравились эти два дня, и мне действительно удивило качество передачи, качество сигнала, качество картинок, которые мы здесь видели. И я не хочу слишком долго вас удерживать. Я понимаю, что многие уже хотят отправиться домой, и вся интересная часть уже практически закончилась. И я даю некое такое заключительное слово. Я хотел поговорить теперь об международном консенсусе по ТМЭ. Я думаю, что виновник этого всего является статья, в которой говорится о том, что мы пытаемся стандартизировать лапароскопическую ТМЭ на международном уровне. И я хотел бы просто признаться здесь, что мы не говорим о стандартизировании лечения для колоректального рака. Эти попытки уже предпринимались ранее, но это вечный спор, вечная область, и это очень сложная область. И мы видим, что очень многие техники в последние дни, и каждая техника имеет право на существование. Поэтому не просто говорим о том, о назначении или о стандартизации того, как мы лечим рак, но мы говорим о попытке стандартизировать конкретную процедуру. И это некое новое явление в истории хирургии. Никогда не принимались ранее попытки на таком уровне провести стандартизацию. Если посмотреть на авторов статьи, вот что интересно. Это заключается в том, что откуда все эти специалисты, где они работают, выйти, они практически специалисты со всего мира здесь показаны в авторах. И если посмотреть на тех, кто участвовал в работе этой статьи, это просто часть автора, которую вы видите за главой, здесь порядка 60 экспертов из 20 различных стран со всего мира. И я думаю, действительно, весь плюс этого. Эти специалисты теперь пытаются прийти к консенсусу с тем, чтобы согласовать его, каковы же стандарты лапароскопической ТМЭ. Но для чего это дело? В чем суть вопроса-то? Решите вам представить вот этого человека. Его зовут Улерих Маурер. Он шведский фермер. И он... Это практически никто, да? Он просто фермер. Но определенным образом он посвятил свою жизнь разработке одного аппарата. Он хотел создать аппарат, который позволяет делать картошку, жареную картошку. Вы нажимаете кнопку и получаете упаковочку. И его идея настолько захватила, поскольку с инженера точки зрения это очень сложная задача. И он всю свою жизнь занимался именно этим, только этим. И причина, по которой он это делал, заключалась в том, что ему нравилась жареная картошка. И качество. И если вы получаетесь в разные рестораны, то качество может очень серьезно отличаться от этой картошки-фри. Или картошки во фритюре, если хоть, да? Соответственно, он разработал, в итоге он разработал этот аппарат. И однозначно это новая концепция. То есть это однозначно не является новой концепцией в индустрии. То есть, по сути, что он пытался получить некий стандарт для производства такой продукции. И мы вчера видели что-то подобное. Но, по сути, имеет ли смысл что-то делать такое в хирургии? Поскольку мы много говорим об индивидуализации терапии, когда мы говорим об стандартизации процедур, сразу возникает целая масса сомнений. И сразу вопросов возникает, поменяет ли это что-либо, если мы это сделаем. Не прекратит ли это, не остановит ли это процесс инновации, если мы будем все прописывать, как и что должно делаться. Если какие-нибудь легальные последствия, что произойдет, если я работаю не по стандарту? На меня подадут в суд, будут у меня проблемы. И как нам понять, что хирург следует стандартам, как это измерять? Есть ли какие-нибудь средства для измерения? И кто это будет регулятором? Какой регулятор будет реализовывать эти стандарты и следить за их исполнением? И моя реакция обычно вот такая. Я просто говорю, да ладно, успокойся, чувак, подпись на картинке. То есть мы не говорим об этом, это не означает, что мы будем говорить то, что делать. Это просто попытка, это скорее эксперимент на данный момент, эксперимент с тем, чтобы попытаться, если это возможно, собрать 60 хирургов, чтобы они согласились о чем-то. Поскольку эта задача, на самом деле, собрать 60 врачей, чтобы они о чем-то согласились, на самом деле, задача выглядит практически невыполнимой. И есть некоторые причины, почему это имеет смысл сделать. Мы говорили, дома обсуждали все эти аспекты последние два дня, но онкологическое качество операции, которое мы видим во всем мире, оно очень серьезно различается не только между регионами, между странами. Даже разные хирурги работают по-разному, с разным качеством. И я должен сказать, то, где я сейчас живу, это ЛИЦ, его всегда приводили как плохой пример, поскольку, как правило, говорили о плохих исходах в ЛИЦе, если сравнивать это с какими-то крутыми немецкими клиниками. Я могу вас уверить, что это уже исторические данные, но тем не менее мы видим, что в разных центрах есть разные исходы, это понятно. И еще один момент, о котором мы, на самом деле, никогда не думаем, это осложнение в колоректальной хирургии. Мы, на самом деле, недостаточно уделяем внимание, поскольку, если я вам задаю вопрос, каково чисто осложнение в колоректальной хирургии, многие скажут, ну, это где-то, может быть, 15, может быть, 20, может быть, 30 процентов. Но если проанализировать данные корректным образом, мы увидим цифру в 70 процентов. Если мы посмотрим на долгосрочную перспективу, что происходит с пациентами, и это шокирует. Так что, возможно, стандартизация процедуры поможет нам уменьшить или, по крайней мере, улучшить или усовершенствовать эти результаты. И в конце еще один момент, о котором мы говорили, это кривая обучения. Для лапароскопических хирургов срок обучения занимает массу времени. И для колоректальных хирургов, на самом деле, достаточно сложно, и сложно учиться новым методикам. И использование разных подходов, или в отсутствии четкого стандарта, процесс обучения еще более усложняется. Таким образом, то, как мы пытаемся работать или разрабатывать этот процесс, я не хочу слишком углубляться в методологии, поскольку это будет, наверное, совсем скучно. Но идея, в основе этого, мы хотим завершить, мы почти закончили вот эту первую стадию. Идея в том, чтобы разработать консенсус, когда большая группа экспертов собирается вместе, и они приходят к одному, или соглашаются об одном мнении. Следующий шаг, это попытка, нужно попытаться имплементировать то, что происходит, или посмотреть, что произойдет, если мы это все имплементировали. А потом проведем, скажем так, аудит, посмотрим, каковы результаты имплементации. И самое важное, потом вернуться опять на первый шаг и, возможно, ввести какие-то изменения в этот консенсус. Вся идея стандартизации процедуры таким образом заключается в том, чтобы не просто, чтобы все, скажем так, выбить в камни, и это станет неизменным стандартом на тысячелетие. Нет, это неизменный, непрерывный процесс, скажем так, обсуждения и имплементации сравнения того, что мы получили. И, соответственно, процесс поиска консенсуса. В первых, это опрос различных экспертов с различных регионов мира. Мы очень подробно опрашиваем их, как они предлагают делать ту или иную процедуру, в данной ситуации, вот эту процедуру. И достаточно подробный вопрос создаем по каждому шагу операции и о том, как они ее предлагают делать. И таким образом мы получаем достаточно большое количество данных, мы анализируем все эти данные, все эти интервью очень подробно. И на основа интервью мы создаем опросники, которые, опять же, рассылаются еще больше группе экспертов. И в итоге мы получаем, вроде бы, такую встречу группы, к которой мы пытаемся прийти к некому консенсусу. Мы выделили некоторых специалистов в разных регионах мира. И они выбираются не всегда, потому что они лучшие хирурги. Но мы выбираем их, поскольку мы знаем, что они имеют очень хорошие связи в своей области с специалистами в своем регионе. И мы просим их, скажем так, указать тех специалистов в их регионе, которые, по их мнению, являются хорошими хирургами. Таким образом мы выявляем экспертов во всем мире. И это может быть достаточно не очень... Может быть, в рамках этого процесса не все специалисты будут включены в эту схему, поскольку многие специалисты, наверное, даже, может быть, не попадут в эти опросы. Но, тем не менее, мы исходим из практических соображений. Затем опросники рассылаются вот всем этим хирургам. То есть 66 хирургов в всем мире получили эти опросники. Потом мы получаем их результаты, анализируем их. И опять еще раз отправляем тем же самым специалистам, но опять же мы им с результатами предыдущих опросов мы просим их еще раз. Можете ли вы подумать, посмотреть, может быть, вы как-то пересмотрите свои ответы. И делая несколько таких реитераций этого процесса, мы в итоге увидим, что специалисты вместе приходят к общему мнению, к общему групповому мнению. Например, вот здесь, после этого простой пример. Это вопрос по поводу того, где мы должны пересекать нижнюю брюжеечную артерию. И мы видим, что большинство говорит, что это должно быть один сантиметр от аорты. Где-то 70% дали такой ответ специалистов. Когда мы отправили это второй раз, на второй итерации этого процесса, указав на результат первого цикла, это все выглядело вот таким образом. Мы получили неожиданно больше группы специалистов, практически 90% согласилась с этим ответом. Таким образом, этот процесс делался для всех вопросов, и практически каждая точка приводила к увеличению процента, скажем так, согласованного ответа, к улучшению консенсуса. Я не буду подробно еще об этом говорить. И, наконец, мы собрались вместе. Вы видите некоторых знакомых здесь. Мы собрались вместе. Это достаточно ограниченная группа специалистов. Мы здесь обсудили все результаты для того, чтобы разработать некий документ или текст, которым описывалась бы подробно вся процедура. И это, собственно, то, что мы получили в результате. Это документ с финальным консенсусом. Видите, каждый этап операции подробно описывается. И вы также видите, что в каждом предложении мы указываем процент согласия или консенсуса в группе специалистов. И, то есть, мы получаем понимание того, на чем специалисты согласились, больше или меньше. Вот идентифицированная задача в рамках процедуры. И основная задача была, естественно, обсуждение проблематики тотальной мезоректомектомии. Я не хочу проходить через вами по тексту. Я думаю, что это будет достаточно скучно. Просто, опять же, чтобы вы представляли о том, как это выглядело. И я пройдусь по некоторым аспектам процедуры ТМЭ с этим видеоматериалами. И вот, собственно, вот как все начиналось. Начинаем работать с заднего слоя, с задней плоскости. И кто-то захватывает кишку и приподнимает ее. Левая рука хирурга перемещает влево и кпереди. И мы работаем вот в заднем слое. Мы получаем волосы ангела, о которых мы уже несколько раз говорили. Мы пытаемся несколько корректно их отделять. Далее потом работаем по передней плоскости. Для передних обколей рекомендуется открывать переднюю плоскость и приподнимать брюшину. И также то, что вы видите, несколько раз сегодня и вчера мы дополнительно можем обеспечить ретракцию кпереди тканей с помощью шва, с тем, чтобы улучшить экспозицию тканей и получить, скажем так, лучший вид. И кроме этого, очень важный принцип при работе на передней плоскости требуется достаточная тракция и контртракция. Здесь у вас ассистент помогает делать тракцию, а сам хирург левой рукой обеспечит контртракцию на перитениальной складке, на складке брюшины. И затем, после того, как мы выделили заднюю и переднюю плоскость, мы начинаем работать на латеральных плоскостях, поскольку там у нас есть ориентиры, которые появились в результате выделения передней и задней плоскости. И после того, как мы уходим глубоко в таз, глубокая тазовая диссекция, которая является на менее определенной, скажем так, зоной в этом консенсусе, поскольку очень сложно понять, где она начинается, где она заканчивается. Но на этот этап пазовые принципы заключаются в том, что мы обходим во всех плоскостях, во всех слоях, мы проводим разделение тканей, подходя к супрасфинктерной плоскости. Далее, пересечение прямой кишки рекомендуется, что не должно использоваться более двух степлинговых устройств для выполнения этой задачи, или не более двух картриджей должно быть использовано. Но признается также, что иногда требуется большее их число. Но цель должна быть в том, чтобы не более двух серий степлингов вы проводили у пациента к женскому полу. Необходимо удостовериться, что влагалище, скажем так, не попало под степлер. И также группа пришла к согласию, что в некоторых сложных случаях, возможно, требуется разрез по фанельштилю и введение степлера через этот разрез, если эту задачу невозможно или очень сложно выполнить через соответствующий эндоскопический степлер. И экстракция, экстракционное отверстие, не было, на самом деле, консенсусу реального, но это предпочтительные зоны, они указаны. И, к сожалению, мы не нашли, пришли к консенсусу. И финальный текст консенсуса, консенсусный текст говорит о том, что мы можем использовать любые зоны, которые были описаны. Но очевидно, что все согласны о том, что требуется использование устройства для защиты вот этой вот раны при лечении, при лечении макропрепарата. Вот должен использоваться циркулярный степлер. Но при очень низких эпохолях мы говорим о том, что, возможно, на стомоса требуется делать вручную. И это просто некоторая, собственно, я рассказал об этом, чтобы представить, как или почему, как это выглядит, этот текст. И, собственно, мы рассказали, почему он образовался, и мы увидели, как он выглядит. Но, на самом деле, мы, собственно, вот эта вот картинка из 18 века в Лондоне, это то, что называется колодки, заключение в колодке. Я не знаю, насколько это известно, скажем так, устройство в России, используется оно, использовалось ли оно когда-либо здесь, или, может быть, еще используется. Но в 18 веке в Лондоне он часто встречался, если кто-то делал что-то такое нехорошее, его помещали в публичном месте, в колодке, и люди могли видеть этого человека, критять на него, швырять разные вещи, как-то унижать этого человека. Сейчас в современной Англии не используются более такие жестокие методы наказания, сейчас используются вот такие методы наказания. Это колодки 21 века. Это, соответственно, отдельные исходы у каждого хирурга, которые доступны, скажем так, любому члену общества. Вы можете зайти в интернет, ввести имя хирурга, и вы можете найти результаты хирурга на этом графике, каковы исходы у этого конкретного хирурга. Это попытка правительства, отчаянная попытка правительства быть прозрачными, скажем так, в системе здравоохранения. Но здесь есть масса-масса минусов, масса недостатков при таком подходе. И вот сейчас мы, как хирурги, мы должны, возможно, все-таки опять вернуться к этой работе, поскольку смертность... Говорит ли вам что-то, что-либо о хирурге, о том, как работает хирург? Используя стандартизированной техники, мы можем сказать, что вот это, скажем так, это то, что мы хотим, чтобы это использовалось для измерения качества нашей обороны. Поскольку вот эта глупость, 90-дневная смертность, это глупость использовать ее для измерения результатов работы, поскольку сейчас врачи, скажем так, скорее могут отказаться от операции, поскольку они считают, что если пациент сложный, то, может быть, лучше не оперировать, чтобы не попасть, скажем так, в нижнюю часть этого графика. Еще один момент — это исследования. Хирургические, крупные хирургические исследования зачастую их критикуют. Я думаю, есть определенное право критиковать их, но если посмотреть на эти большие лапароскопические исследования, во всех у них была одна большая проблема, и проблема — это хирурги. На данный момент у нас нет стандартизированного подхода к операции, и у нас нет стандартизированного метода к оценке, соблюдению этих стандартов. Соответственно, это систематическая ошибка, которая, возможно, небольшая, может быть, достаточно серьезно влияет на результаты исследований. И мы не научились ничему уже вот в 2010 году это исследование, когда мы сравним роботизированные лапароскопические исследования, и тем не менее та же самая проблема, как и в прошлом. Нет стандарта. Мы просто не обращаем внимания на проблему, как вот этот молодой человек. Так что, может быть, надо все-таки подумать, и, может быть, нужно, скажем так, внести структурированность и стандартизированность в наши исследования. И, наконец, вот этот аспект образования, обучения. Это фотография Уильяма Холстеда, знаменитого хирурга 20 века, 50-е годы. И, как вы видите, вот он здесь, вот здесь он стоит, оперирует в середине, и все вокруг его, его студенты, его, все стоят рядом с ним, около него. Они, скажем так, погружены в то, что он делает. И, соответственно, ему очень просто учить их. Ему было очень просто их учить. А вот как это все выглядит сегодня. Посмотрите. Влиться вот, что происходит. Вы видите, учитель здесь, и все студенты здесь. Посмотрите, как вы можете их учить. Это очень сложно, это непросто. Дополнительная технология, которая появилась, осложнила процесс обучения, поскольку он стал, скажем так, он усложнился. То есть вы можете, и, соответственно, мы можем, если у нас будет стандарт, соответственно, можем ускорить и облегчить процесс обучения, поскольку все должны будут следовать стандарту. Соответственно, в какие же есть возможности? Есть клиническая сторона вопроса, которая позволит вам получить более прогнозируемые исходы, и у вас будут определенные меры контроля качества в том, что вы делаете. Есть исследовательская сторона, исследовательские плюсы, поскольку она позволит вам стандартизировать исследовательские протоколы. И есть сторона обучения, поскольку если мы будем учить стандартизированной технике, мы, соответственно, сможем оценивать компетенции, облегчим процесс обучения, и в итоге мы получим обратную связь. И она будет не такой сложной, если мы будем использовать стандарты. И я вам просто показываю эту фотографию, поскольку я вот это видел, я не хотел это пропустить. Это еще один известный швейцарский хирург, может быть, вы знаете, Роджер Федерер, еще, может быть, лучший теннисист, и он сейчас на вершине мира. Но даже он, даже он, у него есть те, на кого он может посмотреть, те, к чему он должен стремиться. Соответственно, мы все должны быть немножко скромными, нам нужна немножко скромность каждому из нас, и мы должны улучшаться, и может быть, стандарт или стандартизация, возможно, способ, который поможет нам совершенствоваться, расти над собой. Спасибо большое. Спасибо.